Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема. Вход Господень в Иерусалим. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 12 по 19 стихи. Первосвященники, фарисии и другие члены Синедриона решили убить Иисуса. Господь удаляется в Эфраим, город, который находится на краю пустыни, для того, чтобы избежать внезапной смерти. Но после этого он возвращается сначала в Вифанию, где присутствует на вечере, и на этой вечере Мария помазывает его ноги и отирает своими волосами. А после этого на следующий день, то есть по нашему воскресенье или первый день недели по еврейскому календарю, он торжественно входит в Иерусалим. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 стих. На другой день, то есть на следующий день после вечери Вифания. Вечеря Вифания была за шесть дней до Пасхи, в субботу, значит это воскресенье за пять дней до еврейской Пасхи. На другой день, множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, 13 стих, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему. Конечно, в греческом тексте стоит не слово народ, а слово охлос, толпа. И тем самым Иоанн Богослов подчеркивает, что это толпа, которая неорганизована. Он, правда, говорит о охлос полис, многочисленная толпа, но эта толпа не имеет какой-то конкретной идейной направленности. Очень интересно посмотреть, как другие евангелисты называют людей, встречавших Господа Иисуса Христа. А событие входа Господня в Иерусалим описано во всех четырех Евангелиях. Евангелист Матфей, как и Иоанн Богослов, говорит многочисленная толпа. Евангелист Марк абсолютно нейтрально, многие. И, наконец, Евангелист Лука говорит множество учеников, указывая на то, что издавать восклицание в ады из Господа будут прежде всего его ученики, и те, которые в него веруют, а это уже поддержит толпа. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали. Итак, народ берет пальмовые ветви. Но не только это. Интересно, опять же, посмотреть, как разные евангелисты описывают эту деталь данного события. Евангелист Матфей говорит о том, что подстилают гематии, это греческое слово, и матион означает верхнюю одежду, подстилают гематии и ветви, причем используют термин кладос, то есть отломанная ветвь. Евангелист Марка говорит, подстилали гематии и ветви стивас, это ветви с листочками. Евангелист Лука говорит только о гематиях, о верхней одежде, подстилают верхнюю одежду. Для чего это? Это был знак уважения, знак почитания, знак признания достоинства Господа Иисуса Христа, как истинного Мессии и Царя Израилева. Потому что в древности был такой обычай, была традиция, если куда-то входит высокопоставленное лицо, подстилали ковры, а в отсутствие ковров клали свою одежду, клали листья, клали цветы. Евангелист Иоанн Богослов не говорит про верхнюю одежду. Он говорит о том, что подстилали и держали ветви, но указывает, что это были вайон, во множественном числе вайи, то есть пальмовые ветви. И восклицали, «Асанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев». Очень важно правильно понимать смысл этого возгласа «Асанна», потому что вторая часть возгласа «Благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев» понятно. Так приветствовали еврейские люди своего мессию, политического лидера, царя. Возглас «Асанна» в Евангелиях приведен в разных вариантах. Евангелист Иоанн только говорит об «Асанна». Евангелист Лука не использует этот еврейский термин, заменяет его на фразу «мир на небесах и слава вышних». Евангелист Марк «Асанна вышних» и, наконец, ключевым является текст в Евангелии от Матфея. «Асанна сыну Давидову, Асанна вышних». Сопоставляя разные Евангелия, мы приходим к выводу, что всего имеется три варианта употребления слова «Асанна». Первый вариант отвечает на вопрос «Кому?» «Асанна сыну Давидову» в Евангелии от Матфея. Второй вариант отвечает на вопрос «Где?» «Асанна вышних» Евангелия от Матфея, Евангелия от Марка и «Мир на небесах и слава вышних» Евангелия от Луки. И третья краткая форма «Асанна». Всего это слово встречается в Евангелиях пять раз. «Асанна» это перевод еврейского императива, то есть повелительного наклонения, глагола «хоша» – «спасать», то есть «спаси» с добавлением особой просительной частицы «на», указывающей на важность. В таком случае «хошанна» имеет смысл «спаси сейчас», «спаси, пожалуйста, спаси нас здесь». Форма «хошанна» не встречается в древнееврейском тексте Ветхого Завета, но императивы «хоша» и другой вариант «хошиа» без частицы «на» встречаются 29 раз. «Большей частью в Апсалтире» и обращены преимущественно к Богу, но в некоторых случаях и к царю. «Спаси», «помоги». Особый интерес представляет Псалом 117 стих 25. Там встречается удлиненная форма, не «хошанна», а «хошианна». Причем усиливающая частица «на» стоит не только после, но и перед словом. Звучит еврейский текст следующим образом. «Анна Ягве хошианна», «Анна Ягве хоцлеханна». По-церковнославянски «О Господи, спаси же», «О Господи, поспеши же». А дословно можно перевести на русский язык так. «О, пожалуйста, Господи, спаси нас, пожалуйста». «О, пожалуйста, Господи, благоприятствуй нам, пожалуйста». Через два стиха, в 27 стихе этого же 117-го Псалма, имеется трудная для перевода, но очень важная для нас фраза. «Связывайте праздник ветвями напротив рогов жертвенника». Эта фраза – интерпретация трудного текста. Другая интерпретация имеется в синодальном переводе. «Связывайте не праздник, а жертвенное животное напротив жертвенника». Возможно и первое, и второе понимание. Но первое понимание дает ключ к тому, что нам известно из Мишнаитского трактата «Суккот», который датируется концом 2-го, началом 3-го века. Там описывается, собственно, праздник Суккот, то есть праздник Кущий или праздник Палаток. Праздник этот продолжался по окончании сбора урожая, 7 дней, и на седьмой день возносилась особая молитва. Ведь урожай был возможен благодаря благоволению Божию. И вот еврейский народ и спрашивал, чтобы обязательно были дожди, ведь климат в Палестине весьма засушливый. Поэтому они брали, срывали пальмовые и ивовые ветви, махали ими, ударяли о землю и кричали «Хошанна! Хошанна! Хошанна!» То есть помоги, спаси, даруй нам новый урожай. И вот такие вот движения сверху вниз с ударами по земле символизировали то, что должен пойти дождь, то, что Бог их услышит. Этот день праздника в мишнецкой литературе получил название «Ашанна Раба», то есть «Великая Асанна». И вот именно из ритуала этого праздника слово «Хошанна» в греческом произношении «Осанна» и вошло в широкое употребление у народа. Получается, «Хошанна» или «Осанна» – спаси, даруй помощь. Но к кому обращена просьба о спасении и помощи в Евангелиях? Возвращаемся к нашим трем вариантам употребления данного термина. Первый вариант содержит вопрос «Кому?» и по-гречески переведено так, с арамейского языка, потому что Евангелие от Матфея изначально написано на арамейском. «Асанна сыну Давидову». На первый взгляд кажется, что идет обращение к Богу, чтобы он, Бог, помог сыну Давидову, то есть Иисусу из Назарету, чтобы правление нового мессии было благополучным. Однако большинство современных специалистов, исследователей, как филологов, так и библистов не согласны с этим объяснением. Из угорицкой литературы стало известно, что существовала особая управляющая частица «Л», которая после себя могла образовывать либо звательный падеж, то есть указывать на обращение к кому-либо или к чему-либо, но могла после себя образовывать и дательный падеж. Специалисты считают, что в данном месте, в оригинальном тексте на арамейском языке, Евангелие от Матфея, стояла именно такая семитская арамейская частица «Л», и, соответственно, после нее шло либо управление звательным падежом, либо управление дательным падежом. Переводчики Евангелия от Матфея на греческий язык выбрали дательный падеж, однако более логично здесь видеть звательный падеж. В результате можно понять эту фразу, как то, что в оригинальном арамейском тексте Евангелия стояло обращение к сыну Давидову «Хошанна лебен Давид». «Пожалуйста, помоги, спаси сын Давидов». И это, по сути дела, первая общественная молитва ко Господу Иисусу Христу. Понятно, что евреи, которые тогда встречали Господа, видели в нем всего лишь человека, всего лишь Машеха, долгожданного, но, тем не менее, человека. Однако они к нему обращались с просьбой, с молением. И вот получается, что такое совместное коллективное обращение и было первым общественным молением в адрес Господа Иисуса Христа. «Спаси нас сейчас, пожалуйста, сын Давидов». Второй вариант, который отвечает на вопрос «Где?» «Осанна вышних». С частицей «эль» эта фраза по-рамейски будет звучать так. «Хошанна ле-элеон». И вот здесь возможны два варианта интерпретации. «Пожалуйста, помоги, спаси Всевышний». И получается, что вначале евреи обращаются к своему новому царю Машеху «Спаси нас, сын Давидов», а после этого обращаются к Богу Всевышнему. «Спаси нас, помоги нам, Всевышний». Но не все специалисты согласны с подобного рода интерпретацией. Некоторые исследователи считают, что здесь следует учесть интерпретацию данной фразы в Евангелии от Луки. «Мир на небесах и слава Вышних». И в таком случае появляется немножечко другой смысл. «Пожалуйста, помоги, спаси сын Давидов», взывают Вышние силы. То есть речь идет о том, что и мы обращаемся к сыну Давидову, нашему Машеху, и даже Вышние горние силы обращаются к нему, просят его о помощи и о содействии. Конечно, вероятно, в толпе этот возглас Хошанна, который, по сути дела, является не столько восхвалением, сколько просьбой о помощи, каждый понимал по-своему. Бедные кричали «Спаси нас, помоги нам», ожидали некого благоденствия. Голодные – то, что Иисус их накормит. Возможно, стоявшие среди этих встречающих зелоты думали, что он поможет им в восстании против Рима, поможет организовать революцию и так далее. Есть еще один интересный аспект, связанный вот с подобным пониманием термина «Хошанна». Русский духовный писатель, святитель Игнатий Бринчанинов, писал в свое время, что молитва Иисусова, которую мы все с вами знаем и регулярно ее употребляем, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», употреблялась в церкви с момент ее основания. Но исторически это не так, потому что, когда мы читаем произведение Иоанна Кассиана Римлянина, мы видим, что только в его эпоху молитва Иисусова входит в употребление, а до этого, в первые несколько веков христианства, использовалась другая молитва, «Боже, в помощь мою вон ми, Господи, помощи ми подщися», слова из псалма. Однако, конечно, по смыслу, по содержанию, эта иная молитва совпадает с молитвой Иисусовой, потому что, когда ранние христиане молились к Господе, они обращались в том числе к Господу Иисусу Христу. Однако, вот здесь вот, в торжественном входе Иисуса в Иерусалим, мы видим, что все обращаются к Нему с просьбой о помиловании и спасении. Это такая общая, общественная, коллективная Иисусова молитва. 14 стих. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано. 15 стих. «Не бойся, черь Сионова, си царь твой грядет, сидя на молодом осле». Иоанн Богослов, зная о том, что событие входа в Иерусалим подробно описано у первых трех евангелистов, сокращает целый ряд деталей. В частности, он не упоминает о том, как ученики Господа обрели этого осленка. А в реальности была и подъеремная ослица, и еще необъезженный осленок, на котором ни разу никто не ездил. Об этом подробно говорят первые три евангелиста. Поэтому Иоанн Богослов сокращает свой рассказ. Он только кратко говорит, Иисус нашел осленка. Хотя, конечно, как это найти осленка? Ведь мы сейчас не можем просто взять и поехать на каком-нибудь автомобиле. Это большая проблема, если нет автомобиля, а тебе нужно на нем ехать. Так же и в древности нельзя просто вот так вот найти и взять осленка. Мы помним, что первые три евангелиста описывают, ученики идут в селение, которое находится напротив. Если у вас спросят, говорит Господь ученикам, почему вы берете, скажите, осленок нужен для Господа? И действительно спрашивают. Ученики отвечают, и им отдают ослицу и осленка. Они покрывают их одеждами для того, чтобы подчеркнуть торжественность момента. Господь садится на осленка, а ослицу ведут рядом, потому что иначе осленок может не пойти. В древности, когда триумфально въезжали в города победители или цари, они выбирали, конечно, совсем другой вид транспорта. Они или въезжали на боевой колеснице, или на боевом мощном коне, для того, чтобы все видели, насколько они сильны, могущественны, насколько они победоносны. Но Христос выбирает другой образ. Он выбирает образ кроткого, смиренного, духовного правителя, поэтому входит в город Иерусалим, во Святый Град, не на боевом коне, не на колеснице, а на осленке. Но осленок этот до него никто не использовал, чтобы подчеркнуть, что он действительно царь. Здесь Иоанн Богослов цитирует в тексте пророчества Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости дщери Сиона», писал в свое время Захария, «Торжествуй дщери Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий и кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне под Иеремной». А Иоанн Богослов из этого пророчества выбирает только наиболее важные для его взгляд идеи. Не бойся через Сиона, не бойся, потому что любой другой правитель может стать тираном, поработителем, автократом или диктатором, но этот совсем иной. Он грядет, сидя на молодом осле, как образец, пример и воплощение кротости, смирения и любвообилия. 16 стих. «Ученики его сперва не поняли этого, сперва в тот самый момент, когда происходит событие. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». «Прославился». Это значит, Господь воскрес. И когда ученики удостоверились в том, что он есть истинный царь, но царство его не от мира сего, его царство духовное, они вспомнили эту символику торжественного входа Господа в Иерусалим. 17 стих. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых». Буквально в греческом тексте «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он позвал из гроба Лазаря и воскресил из мертвых». 18 стих. «Потому и встретил его народ, ибо слышал он, что сотворил это чудо». Однако синодальный перевод опускает целый ряд нюансов по-гречески. «Из-за этого и встретила его толпа, потому что они услышали, что он соделал это знамение». Иоанн Богослов подчеркивает, да, толпа, которая приветствует, которая просит, взывает о помощи своего нового Машеха, Мессию, помнит об этом великом знамени. Но эти люди остаются толпой. Они не лаос, не организованный народ. Они не имеют глубокой веры, глубокого понятия и представления о том, каков должен быть настоящий Мессия. Господь Иисус Христос будет с ними беседовать на протяжении нескольких дней, но все-таки первосвященникам, фарисеям и другим оппозиционерам Господа Иисуса Христа удастся склонить народ на свою сторону. Так что эти, сегодня кричавшие и вызывавшие о помощи «Асанна, спаси нас, помоги нам!» будут кричать «Распни!» «Распни его!» Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Асанна, спаси нас, помоги нам!»